Привет, Хардкаверяне! С вами канал Хардкавер! Приятного просмотра! Итак, Веном – это персонаж, который прошел через самое большое количество изменений. Он был злодеем, антигероем, агентом Веномом, участвовал в Тандерболтсах, у него были космические приключения, а также разные носители. За все эти годы наибольший вклад и самые крупные изменения в этого персонажа внес сценарист Донни Кейтс. Хотя, наверное, вторая половина его истории была так себе, но его заслуг в целом это не умаляет. Уходя, Кейтс внес финальные штрихи в свое полотно. Но Эдди стал чуть ли не божеством, приняв мантию короля в черном. Более того, это сила и бремя его состарили. Веномом, в свою очередь, стал его отпрыск Дилан Брок. И в таком вот виде серию и передали Эллу Юингу и Раму Пятому в их потные ладошки. Но все, что вам необходимо знать перед тем, как перейти к самому выпуску, я сказала, так что поехали! Веном, выпуск первый. История сразу стартует с момента, где уже что-то пошло не так, поэтому за Диланом охотятся военные. Здесь нам демонстрируют, что химии между симбиотом и новым его носителем нет. Веном нашептывает, что нужно бежать и что Эдди больше нет. Но Брок-младший требует перестать говорить, что ему делать. За 12 часов до этого в 12 тысячах световых лет от Земли. Какая куча магических сказочных чисел 12 и 12. Эдди совместно с тремя другими симбиотами подлетает к космическому кораблю. Эдди реорганизовал симбиотов и теперь они странствуют по галактике и пытаются помочь пострадавшим от Нула, главбосса сюжета «Король в черном». У одного из симбиотов глаза начинают светиться красным. К чему бы это? Симбиоты проникают на корабль, а философ Эдди начинает лить воду в мои нежные ушки. На корабле путешественники находят скруллов-работорговцев. Начинается бой. Эдди, летая по рубке корабля на паутине, бьет скруллов ногами, попутно думая о том, что это заставит Дилана гордиться им. Ой, не сомневаюсь. Тем временем у Брока-младшего проблемы в школе и уже четвертая драка за две недели. Директор хочет видеть батю Дилана, а тот все не приходит. Уходящего из школы Дилана встречает Слипер, который предлагает поговорить. Но Брок не в настроении. Он говорит, что его отцу, видимо, слишком скучно с ним, и он пропадает все чаще и на все более долгие сроки. Эдди завершает разборку со скруллами, но тут происходит что-то странное. Один из симбиотов нашел спасательный челнок и убил всех выживших. Симбиот начинает говорить. У меня есть для тебя сообщение из будущего, и я хочу быть уверен, что ты это услышишь, Эдди. Брок задается вопросом, кто это? Карнаж? Нул? Или кто-то новый? Но главная проблема в том, что он не может контролировать этого симбиота. Не слишком расслабляйся на своем троне, король в черном. Скоро трон опустеет. И это не предупреждение, это факт. Попрощайся с теми, кого любишь. Заканчивает симбиот и исчезает. Шокированный Брок задается вопросом, почему этот симбиот, передававший сообщение, говорил так, будто он уже победил его. Король в черном покидает космический корабль и срочно спускается на грешную землю. Хм, как символично. На земле Эдди Брок будит Дилана и говорит сыну, что им нужно срочно собираться и уходить. Также Эдди интересуется, где сейчас находится Веном. Но симбиот свалил куда-то в самоволчку. Пока Дилан собирает вещи, раздается звонок на телефон. От его отца? А кто же тогда пришел к нему? Голос по телефону говорит, что Броку-младшему нельзя идти с этим Эдди и нужно срочно сбежать. Одному. Что он и делает. Позже нам показывают, как Эдди пытается дозвониться до Дилана, но тот не берет трубку. Далее, под литры воды случается что-то странное. Какой-то приход, где Брок видит какого-то бедлама, а также Канга, который говорит Броку, что тот не сможет победить. И да, готовьтесь, Канга теперь в Марвел будет много. Ибо... Привет от MCU! Очнувшись от своего прихода, Эдди вновь звонит Дилану, пытаясь предупредить его об опасности. Но уже поздно. Брок-младший выходит из автобуса возле мотеля, думая о том, что школа делает его злым, а папка его позабыл. И тут из ниоткуда появляется босс-вертолет, который шмаляет по пацану. Но его спасает, тоже не пойми откуда появившийся Веном. Злоба застилает глаза Дилана. И вместе они с Веномом объединяются в единое целое, в какой-то своеобразный комок агрессии и злобы. После чего этот комбинированный Веном начинает разносить военных. Возвращаемся к Эдди, который вновь под какими-то спидами. Эдди якобы находится на неизвестной планете. Голос говорит, что Брок только что был восстановлен. И что это начало очень долгой истории. А сопровождать его будет вот этот тип, некий Меридиос. Ммм, все чудесати и чудесати. Продолжение следует. Ну, подведем небольшие итоги. С одной стороны, новый Веном имеет необычное вступление. Местами оно, конечно, игнорирует финал Кейтса. Но, тем не менее, это правда интересно. История, скорее всего, будет поделена на две части. В одной у нас будут привычные земные приключения Дилана Венома. А в другой – космические похождения Эдварда и Канга. С другой же стороны, сам нарратив. О боже, какой же он нудный. Этим одним только выпуском можно напоить всех детей в Африке. Рам и Юинг сделали из семейства Броков каких-то философов, которые нон-стоп рефлексируют. Вот такой вот вышел старт новой главы Венома. С одной стороны, интересный, но все же довольно спорный. Продолжится ли серия на канале? Я не знаю. Но если она будет тепло вами принята, то продолжение обязательно последует. Так что все зависит от вашей реакции, от лайков, комментариев. И всем спасибо за внимание. До скорых встреч на просторах Хард Кавери! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!